Вы смотрите интервью для портала «Столица». Меня зовут Ольга Петрова. На прошедших выходных в Таллине прошел чемпионат Эстонии по художественной гимнастике, и его выиграла 19-летняя Полина Мурашко. И сегодня она у нас в гостях. Полина, привет! Здравствуйте! Поздравляем тебя с победой! Спасибо большое! Расскажи, довольна ли ты тем, как прошел чемпионат Эстонии? Конечно, ты его выиграла, это здорово, но все-таки наверняка всегда вспоминается, что что-то можно было сделать лучше. Конечно, после каждых соревнований в основном все время разбираешь ошибки, нежели очень долго радуешься, что ты выиграл. Я очень довольна, что выиграла его, но прежде всего сначала разберу ошибки и попытаюсь исправить, что не получилось, потому что не идеально прошли соревнования. Конечно, были какие-то недочеты, их нужно исправить. Какой программой ты довольно больше всего, а какой меньше всего? Смотря где, в квалификации или в финалах? Давай про финалы. В финалах я очень довольна мячом. Я считаю, что у меня очень хорошо получилось не только сделать элементы, риски, броски, но и эмоционально преподнести хорошо и подать свои упражнения. Поэтому вот прям сама кайфанула от выступления. А меньше всего довольно? Меньше всего довольно лентой. Что-то у меня лента не прям получилось так, как я хотела. Могу лучше. А вообще у тебя есть любимый предмет? Нет, у меня нет любимого предмета, потому что я такая довольно эмоциональная. У меня сегодня один предмет получается, завтра другой, а какой-то не получается, и я не выделяю их. А бывает, что новая программа ставится, и она становится любимой? Да, конечно, изначально. Если там три программы старых и одна новая, там какие-то три программы уже поднадоели, каждый день слушать эту музыку. А вот это вот недавно только получилось, и больше нравится делать новую программу. Расскажи про свой гимнастический путь. Во сколько лет ты пришла в художественную гимнастику? Я пришла в три года. Меня отвели родители. Ну, я думаю, что более осознанно в четыре начала как-то заниматься так в три. Просто бегала там что-то. Когда ты поняла, что получается? У меня не было такого, что вот у меня получается, и только поэтому я занимаюсь, потому что у меня получается. Мне просто все время нравилось, и, в принципе, тренеры уделяли достаточно внимания все время, и было понятно, что у меня получается. И как бы мне нравилось. Я даже как-то не отдавала себе отчет, что у меня получается, вот когда маленькая была, там, до определенного возраста. Я просто занималась, потому что мне нравится. Есть такой стереотип, что в художественной гимнастике тренер — это очень строгая персона. Многие гимнастки дают интервью, рассказывают про то, как им не разрешают есть, их ругают, на них кричат. Должен ли тренер быть таким жестким? Я скажу, что это правда, что бывают жесткие тренеры, но я считаю, что все индивидуально. То есть тренер, он должен быть со всеми разный. То есть какой-то гимнастке подходит жесткость, и вот этот кнут, а какой-то не подходит. То есть это... Я все-таки считаю, что нет... Ну, конечно, есть тренеры, которые со всеми жесткие, но в основном все все-таки стараются уже, вот на данный момент, вот сейчас в мире, все стараются уже как-то больше подстраиваться под ребенка, потому что у всех общая цель, это результат. А чтобы его получить, нужно, соответственно, психологически правильно тоже с ребенком работать. Когда на тебя ругались, тебе хотелось все бросить и уйти? Ну, наверное, когда-то, смотря как, ругались тоже. Да, бывало такое. Ну, не прям все бросить, но не самые лучшие дни были, когда ругались на меня. Полина, профессиональный спорт — это такое явление. Многие говорят, что дети, которые занимаются спортом профессионально, у них нет детства. Расскажу, у тебя было детство? Вот знаете, да, я вот часто слышу, вот что все говорят, вот мы целый день сидели в зале, вот нас тянули, мы плакали, как все плохо. Вот я считаю, что у меня было отличное детство. Меня никто никогда, во-первых, меня родители никогда не заставляли заниматься гимнастикой, вот как-то насильно меня туда отводили. И я запомнила только с гимнастикой положительные моменты, и у меня нет ощущения такого. Я и успевала отдохнуть, мы летом с родителями все время уезжали на три месяца. Конечно, когда я маленькая была, кто-то позволял возраст, и непрофессионально я так еще занималась. Поэтому у меня было детство, я не знаю, как у других детей, у меня оно было. Я не могу ничего сказать. А как учеба? Страдала? Было тяжело, но я это начала понимать только в классе восьмом. Потому что нагрузки все-таки в сто раз увеличились, уже в более зрелом возрасте, надо по-другому работать, ты переходишь на другой этап вообще в своей спортивной карьере. И поэтому, да, скажу честно, учеба страдает. Но это надо быть, я считаю, каким-то гением, чтобы осилить учебу на высшем уровне и, допустим, спорт на высшем уровне. Я скажу честно, мне тяжело, я не могу и отлично учиться, и отлично заниматься. Когда ты станешь мамой, если у тебя родится дочка, ты отдашь ей на художественную гимнастику? Я не буду точно говорить, что нет, потому что я не знаю, а вдруг понравится, я же не могу так за нее ответить. Но я думаю, что скорее всего нет, а там в другой вид спорта. Но тоже профессионально можно, но не гимнастика. Профессионально я буду смотреть, как бы... По талантам. Да, ну не то, что по талантам, а вот получается, нравится ли, ну и кучу всяких разных факторов буду складывать и там уже понимать. Потому что все-таки любой спорт все калечит и не очень... Я вот по себе знаю, что это тяжело, и я бы не очень хотела, чтобы мой ребенок так напрягался, если честно. На фотографиях и на видео с чемпионата Эстонии видно обилие спортивного тейпа на тебе. Расскажи, как у тебя сейчас со здоровьем, какие у тебя травмы? Ну, какие травмы я, наверное, рассказывать не буду. Мне кажется, в принципе, если у меня перемотана какая-то определенная часть тела, можно догадаться, что у меня болит. Но вот на чемпионате Эстонии в финалах я думала, что я не пойду выступать. И мне тренеры тоже хотели принять такое решение, снять меня с финалов, потому что я начала разминаться, и у меня очень сильно заболел пах один, который не болел. Вот другая вот нога. И я не могла ничего вот сделать. И так поплакала и понимая, что не могу выйти. И вот, ну, потом все-таки вышло из того, что выпила обезболивающее, начало действовать. Понятное дело, что сейчас есть травмы, потому что и тренируемся на износ, грубо говоря, и конец сезона уже. Это нормально, это спорт. Где взять такой характер, чтобы сжать зубы и пойти выступать, если очень больно? Ну, без обезболивающих тут не в характере. Конечно, характер тоже, но обезболивающее сыграло очень большую роль в этом всем. Но просто, да я не знаю, надо понимать, для чего это делаешь. И это не самое сложное, что было на всей, на протяжении всей моей карьеры. Поэтому спорты есть, без этого никак. А бывает, что жалко себя? Да, конечно. Я же человек, ну как, надо понимать, когда себя можно пожалеть. Допустим, на тренировках, ну, не получается, и там какое-то настроение, и ты вот, ааа, все, как так. Ну вот я вот такая вот, стараюсь так, а вот почему не получается. Допустим, это одно. А вот нельзя себя жалеть, когда ты на каком-то старте или еще что-то, ну, где-то, где более ответственно нужно подходить ко всему. Полина, чемпионат Эстонии ты покорила. Расскажи, какие планы на этот год дальше? Ой, я, если честно, планов не строю, потому что я, если настрою планов, они потом у меня все как-то не сбываются, потому что все в мире непостоянно. Поэтому никаких планов нет. Ну, сейчас я вот пару дней отдохну, потому что вот случилась небольшая травма, надо чуть-чуть дать отдыха, да и, в принципе, после соревнований нужно отдохнуть. И дальше полетим в Польшу командой и на соревнования, и потом, скорее всего, чемпионат Европы. Где он будет проходить в этом году? В Баку, в Азербайджане. От чего зависит, попадешь ты туда или нет? Ну, уже попали мы туда, просто никогда не знаю, что будет, и я не загадываю. Потому что, ну, знаете, всякое бывает. Вот так вот говоришь, я поеду, я поеду, а потом там заболел или еще что-то. Будем надеяться, что ты поедешь и приедешь с медалями. Ну, это уж как-то прям очень круто, просто достойно выступить. Мы будем за тебя болеть. Спасибо тебе большое. Спасибо вам большое за приглашение. Вы смотрели интервью для портала Столица. Меня зовут Ольга Петрова. И у нас в гостях была чемпионка Эстонии по художественной гимнастике Полина Мурашко. Мастер-класс от чемпионки Эстонии по художественной гимнастике Полины Мурашко. Итак, булавы. Самое простое. На что обратить внимание? Просто чувствовать вес в булав и сильно не закручивать, потому что там вот на два и до оборота. Ого. А еще можешь? Три. Три можешь? Она может. Есть под потолок, кидай, конечно, я могу. Так, смотрите, это же прямо должно быть... Ну, почти. Ну, вы поймали, это уже хорошо. Сейчас еще одна попытка. Хотя, в принципе, я... Ты видела? Ты видела? Это очень круто. Я уже хотела полегче вам дать.